Друзья, всем привет! В эфире Кандам ТВ и я, ее бессмельный ведущий. Я только вернулся с утренней пробежки и, естественно, захотел очень сильно поесть. Дома есть какая-то еда, но я понял, чего не хватает. Не хватает свежести, не хватает свежего салата, поэтому сегодня я решил показать вам, как готовить салат из огурцов. Существует, конечно, оригинальный рецепт этого салата, но ваш покорный слуга не обделен креативом, а самое главное скромен, поэтому сегодня мы будем готовить салат по оригинальному рецепту. Усовершенствованный, тюнингованный, прокачанный, так как нужно. Кстати, для вегетарианцев, если вы приготовите этот салат, он наверняка станет вашим любимым. Так, теперь что касается ингредиентов. Нам понадобятся чесночные стрелки 1200 вон. Чеснок, 1860 вон, но понадобится буквально несколько зубчиков. Болгарский перец, 1760 вон, одна штука, один штук, один штук, одна штука. Два огурца, длинноплодных, луковица, тыквенные семечки, рыбный соус, виноградный уксус, кунжутное масло, плюс такие приправы, как соевый соус, чили перец, соль, сахар. Вот, в принципе, и все. Ну что ж, приступим. Первым, что нужно сделать, это нарезать чесночные стрелки. Я их помыл предварительно, соответственно, режем их сантиметра 3. Не очень мелко, вот так буквально. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Ммм, какой приятный аромат от свежих чесночных. Дальше у нас идут огурцы. Огурцы нужно нарезать полукольцами. Ничего сложного в этом нет. Следующим на казнь отправляется паприка. Как мы ее разделываем? Отрезаем вот эту штуку. И теперь, вы видите, здесь крестик. Соответственно, срезаем по этому крестику. Раз. Два. Три. Четыре. Готово. Ну, можно, конечно, еще отрезать то, что осталось. Так. Как мы теперь режем паприку? Ну, в принципе, ничего особенного. Режем ее соломкой. Так. Теперь, что мы делаем с огурцами и... И... Чесночными стрелками. Мы добавляем соль. Примерно столько. Добавляем сахар. Столько же. Добавляйте сахара столько же. Уксус. Виноградный. Его можно прям вот так вот нормально, чтобы было. Теперь руками все это перемешиваем. Тщательно. Не стесняемся. Можно даже... Жампать. Все. Оставляем его на несколько минут. А пока займемся паприкой и луком. Одну головку среднюю репчатого лука нарезаем как обычно. Сразу можно нарубить чесночка. Чесночок нарубили. Сковородка уже нагрелась. Добавляем туда лук. Лук нужно довести до золотистой корочки. Желательно. Его нужно жарить, а не парить. То есть... Ну вот. Как только лук немножко пожелтел, мы добавляем туда паприку. И обжариваем вместе с луком. Солим все это дело. И добавляем чили, перец. Много. Ну, по вкусу, в общем. Если вам нравится, остренькое, добавляйте побольше. Я все это замешиваю. Аромат просто... Обалденный. Теперь мы добавляем рыбный соус. Осторожнее, он очень соленый. Я аж подавился, когда его попробую. Его нужно немножко. Добавляем чуть-чуть сахара, чтобы перебить вкус ярко выраженной рыбного соуса, но оставить при этом его немножко оттенок. Чеснок. Так, теперь оставляем это все дело остывать. Как видите, наши огурцы с чесночными стрелками дали сок. Вот. Он нам не нужен, поэтому мы его сливаем. теперь мы добавляем черный перец для аромата. То, что мы пожарили, все идет в этот салат. Добавляем кунжутное масло. Немножечко для вкуса. Окей. Обязательно соевый соус это вообще незаменимый ингредиент в этом салате. Ну, вот, где-то. Я специально не досолил салат, чтобы соевый соус добавил еще и соли. Ну, и, конечно же, финальный штрих нашего кардебалета это тыквенные семечки. Вот, горсть прям берем и сюда все сыпем. Ну, а теперь все это дело размешиваем. Ну, ребят, получился вот такой вот замечательный и красивый салат. А теперь кульминация момента. Пробуем. Так. Ммм. Семечки здесь тыквенные. Очень в тему. Здоровая еда. Ребят, питайте здоровой едой. Как говорится, мы то, что мы едим. Поэтому готовьте дома, делитесь своими впечатлениями. В следующий раз я буду готовить рамен по собственному рецепту. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не стесняйтесь комментировать. До скорых встреч, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok